Ну вот я добавлю еще по поводу правил движения здесь тоже важное, то есть тройной обгон здесь, или не знаю, двойной обгон, типичный, то есть вот я обгоняю, кто-то меня еще обгоняет, я говорю каждый раз, зачем, ну ты не можешь подождать там 2 секунды, дай мне спокойно обогнать, нет, вот они будут, поэтому будьте аккуратны, всегда проверяйте. Держитесь лучше правей, потому что если вы левее будете, могут любители, были у меня много случаев, справа неожиданно появляются. Справа могут обгонять, аккуратно. Да, поэтому я выбираю обычно правую сторону дороги, внимательно езжу и не перебираю со скоростью, в общем, этап, ездить здесь. Да можно, да, нет, можно, вот я ни разу не попадал в какой-то инцидент, вот 3,5 года езжу аккуратно, я знаю, было. Да, там, Алекс, там вопросы после первого видео были еще вот по поводу, сколько перелет обошелся там, чтобы не было из Москвы, перелет обошелся мне в 60 тысяч рублей, билет туда-обратно. Это, возможно, где-то чуть больше 5, ну, в районе 50 можно было взять, но я брал как с возможностью возврата и переноса даты, чем я, собственно говоря, уже и воспользовался. Поэтому у меня билет был подороже. Ну, как бы... То есть берешь дороже, но твои... Ну, зато можешь перенести, да, свой билет. Правда, это обходится еще лишние где-то 100 евро. Так что имейте в виду, если вы там... Потому что если вы хотите поменять там свои планы, соответственно, вылет, то есть у вас лишние траты будут, но вы можете это сделать. А если вы возьмете более дешевый билет... Да, то вы привязаны. Вы привязаны уже к дате вылета и все. Вот еще недавно мне кто-то, тоже знакомый, по каналу говорит, что нашел билет через Сингапур, Москва, Сингапур и сразу же в Сибух за 300 с чем-то евро. То есть, по-моему, вот очень дешевый. То есть это где-то до 450 долларов, что-то такое должно быть. Ну, вот Дмитрий, который он тоже сюда на ПМЖ, ну, с которым общался, он заплатил вообще 19 тысяч, ну, получается, в одну сторону. Но он летел из Москвы через китайский город, не помню какой-то, я не очень название запоминаю. Летел через Китай, правда, он там имел некоторые там сложности с багажом. У него много было багажа, порядка 60 килограмм, и что-то у него там конфисковали, там, пассатижи или чего-то, даже из багажа, не то, что в ручной кладе. Но в результате он все-таки добрался до Сибу за 19 тысяч. 19 тысяч, то есть вот такие расклады. Ну, ищите, да, все. Кто ищет, тот найдет. 19 тысяч – это 300 долларов, да, где-то примерно так? А сейчас уже не знаю, какой курс уже. То есть от 300 до 500 долларов вы можете реально, то есть в один конец. Да, ну, у меня билет туда-обратно был, да, поэтому, да, вот так. Вот еще что хочу сказать. Я там вам рекомендовал этот отель недалеко от аэропорта. Все бы, если у вас поздний прилет, и вы уже не попадаете там, не успеваете на паром. В этот раз, когда я встречал свою жену, кстати, она посмотрела тогда этот канал, чего-то подумала, подумала, и решила не идти на работу, а решила прилететь ко мне. Отром, а не пойду-ка я на работу, пойду на Филиппины. Не, позвонила, она сказала, а если я прилечу, прилетай только. Я говорю, надо было сразу это делать, но это не суть важная. Вот она сидит, сейчас смеется, что-то. Вот, я за ней, когда я ее встречал, какого числа там, 4-го, 4-го числа я встречал, я накануне выехал тоже, выдвинулся, да, из порта Тагбелорана в Сибу. И не накануне, именно 4-го, да, вечером как раз у нее такой же прилет был. Мы опять же в эту гостиницу попали, но на этот раз номер был что-то не очень какой-то. Как попадет, да, как попадет. Первый раз было намного чище, не чтобы наоборот было, я-то человек непритязательный, да, вот жене не очень это понравилось. Так что имейте в виду, ну, единственное, это просто самый дешевый, по-моему, отель, и он очень близко. Сколько заплатил? Тысяча триста. Тысяча триста. Это с завтраком, еще у вас, утром вас немного покормят, в принципе, пустячок и приятный, и так, не сказать, что очень так объемный завтрак, но до порта хватит. Да не то, что порта, я имею в виду, это Тагбелорана вроде, нам даже хватило, да, вот, что еще там, на такси добраться где-то я платил 300 песо, Алекс говорит, что можно дешевле, но я не уверен, потому что по счетчику там, наверное, было бы даро. Так и вышло триста, да? Нет, я сказал, я просто плачу. Плачу триста. Я сказал, плачу триста, и они соглашаются на это. У меня осталось 200, 200 еще. А по счетчику я не думаю, там, наверное, больше набьет, потому что, когда мы ехали из аэропорта, вот, уже с женой опять, ну, таксист немного заблудился, и там небольшим пришлось небольшой круг сделать, он в этот же отель нас привез где-то за 150 евро. Это, ой, 150 песо на счетчике было у него, вот. Хотя мы ехали там буквально, ну, минут 10. А до порта, там, тем более до первого причала, там довольно прилично надо проехать. А если пробки, тем более, имейте в виду, что если вечером из порта в аэропорт или из аэропорта в порт, там вообще можно... Трафик серьезный, да, можете зависнуть, принимайте этого внимания. Вот еще хочу по поводу здоровья, то, что болезни отходят. Вот у меня чипичный пример, вот, мой сосед, вот, я знаю, говорили, что он приехал сюда, он там таблетки принимал, и вот сейчас он не принимает. Не знаю, что у него там, ну, что-то регулярно. То есть, и это действительно я замечаю, вот так люди время от времени так упоминают, как бы это меньше, это меньше, то есть это действительно я тоже могу подтвердить эту вещь, вот, такую наблюдаемую. Так что делайте свои выводы, я не знаю, как там. Более расслабленной, просто более расслабленная обстановка. Может, и климат вроде такой, вроде не убийственный, это все-таки жара, и морской воздух все-таки, зелень, зелень, здесь же все в зелени утопает, да, это же не пустыня, там, здесь все утопает в зелени, здесь много кислорода, здесь все, в общем, как для здоровья все есть, и свежие продукты, опять же. Так что, кто хочет, дерзайте. Ну, я для себя решил, так, если кто захочет, тоже еще посетите. Ну, вот я со Славой говорил, каждый раз очень твердо на верение, то есть я решил, то есть твердое такое, то есть Слава решил, вот, все, все, видно, что. Хотя человек еще не знает, думает, а Слава, вот, я решил. Выборы, потому что, у меня лично выбора нет, оставаться в России для меня просто самоубийство, скажем так. Не суть важная, потому что, вот, когда я только приехал, а у тебя тут же гостил Сергей, да, который вот не слышал. Да, 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 да. И мы с ним один раз пообщались, вот, он такой интересный человек, но у него проблемы со слухом, он не слышит, и с речью тоже, поэтому тяжеловато, конечно, но мы пообщались. Он сказал, у тебя ничего не выйдет здесь, даже не думай. Ну, я говорю, а почему нет, здесь у меня есть шанс, по крайней мере, на родине у меня, а здесь на родине у меня шанса нет, не знаю, как у вас. Если есть, ну, решайте, там, ваш выбор, ваша жизнь, все в ваших руках, да. Американец, с которым я буквально познакомился через полчаса в ресторане, сказал, ну, почему нет, дерзай, делай, что решил, почему у тебя должно не получиться. Ну, я сказал тоже, почему у меня должно не получиться. Все в моих руках. Даже если не получится, допустим, я хоть не отметаю эту мысль, я все равно не в проигрыше. Так что, а как дела у вас, я не знаю, но желаю всем удачи, действовать осмотрительно, внимательно. С одной стороны, не торопясь, а если вы еще находитесь в России, то я бы уже поторопился, потому что я уже не знаю, что там... Я молчу, я сразу... Я молчу, держи меня, чтобы я еще что-нибудь тебе сказал. Да, что это, канал твой, ты можешь говорить что угодно, я не хочу просто навредить твоему каналу, который, благодаря которому, с чего все, собственно, и началось, как я оказался здесь. Так что, всем удачи. Спасибо, Слава, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал, друзья, задавайте вопросы, может быть, Слава потом еще сможет ответить. Да, будет интернет, да, здесь. Мы все равно можем... Даже мы можем, если уж будут какие-то интересные вопросы, мы можем по скайпу связаться. Я думаю, что мы все равно будем общаться, даже хоть не в Россию сейчас уже возвращаться, но связь, слава Богу, еще вроде присутствует. Не знаю, как дальше будет, я уже ничему не удивлюсь. Так что, если будут вопросы к тебе, отсылай, может, какие-то ко мне. Ты просматривай комментарии. Да, я посмотрю, да, я постараюсь, ребята, ответить, да, если не отвечу, не обижайтесь просто, ну, и не всегда успеваю, и еще, да, и с интернетом еще трудно довольно найти, где такой довольно стабильный и быстрый интернет здесь. Ну, вот, поэтому, а так, постараюсь ответить, и даже, может, там, я свои видео даже, кстати, выкладываю, ну, на телефон снятые, такие низкопробные, но на YouTube я тоже выложил, там, может, найдете, по-моему, Вячеслав Гэта, да? Ну, мы дадим, ты дай мне ссылочку, я поставлю в описании, я поставлю ссылочку на свой канал. А, ну, можно, да, ну, ребят, там качество так, ничего, ну, может, и самые лучшие не попали, как я считал, но хоть чего-то там. Текстоним на ссылочку. Может, да, для себя найдете там, а так, может, даже буду держать в курсе, как я уже готовлюсь в России. Конечно, интересно, как готовят, процесс подготовки, это очень интересный момент. Я думаю, да, потому что, да, Филиппина – это очень хорошая страна для, для, вот так, бегства, скажем так, потому что сейчас, насколько я знаю, вот, уже американские там посольства и другие уже сейчас не принимают уже заявления к рассмотрению, потому что уже на, уже завалены они, как бы, заявлениями о переезде. Ну, вот ты правильно сделал, ты сначала приехал на месяц, да, почти на месяц, да, получился. Да, осмотрелся, посмотрел и поехал готовить, и сейчас будешь готовиться, ты уже сейчас будешь готовиться к Филиппинам на основании уже. Да, уже полученных, да, знаний. То есть ты более внимательно все там проверишь, все это, вот это важно, приехать на сначала на две недели, три недели, месяц, чтобы вы осмотрелись и поняли, это для вас. Потому что очень мало, но были люди, которые приезжали и говорили, нет, это не для меня, нет, я не приезжал. Ну, они некоторые, да, посмотрят еще такие, знаете, позитивных очень, некоторые там бывали в интернете такие видео, что здесь все так легко, просто, ну, может, они так на это и рассчитывали, и люди приезжали, надеялись вот на это. Ребята, здесь не так просто. Но самое важное, это вот самое важное, все-таки язык, правильно? Язык, обязательно. Язык, не забывайте учить, потому что многие пишут и говорят, я язык не знаю, но я хочу приехать на Филиппины. Какой бизнес начать? Да, никакой, никакой уже. Обязательно общение, потому что филиппинский, английский, он тоже несколько отличается, да. Хотя вот поживешь тут, я так понял, уже, поначалу я местных тоже практически не понимал, а сейчас уже так, уже какое-то общение, да, получается. А если со временем, со временем, если уделять этому достаточно много времени, а это важно, да, все у вас получится. Здорово. Спасибо, Слава, пожелаем Славе. Слава сейчас отправляется в путешествие на Думагетти. Вечером, да. Вечером сегодня, пожелаем успехов, и будем ждать следующее интервью, когда он уже приедет, и посмотрим на новую информацию. Да, всем удачи. Продолжение следует...